сегодня у нас суббота и вот такая вот необычная свеча сатурна я на пару минут зажгу потому что еще вечером у меня сейчас перерыв в работе делаю свечи а это такая розочка с вчерашней свечи руналада внимание достаток но антиградник такой и мне захотелось на ней изобразить кристалл к района под названием сириус и появилась такая вот идея я ее воплощу сделать розочки сварить такие свечи на лепестках будет 120 кристаллов к района ну примерно там около где-то больше где-то меньше но из того что я собрала сейчас около 137 и есть вот 120 таких кристальных рун плюс руналады можно и с ними такие сделать две свечи они будут гореть долго если без травок особенно сделать такие многоразовые и все лепестки будут зажигаться это будет очень похоже на мельничку потому что я все равно этот огонь вихрем разворачиваю может буду снимать мельничками вместе сразу работать и то и другое но походу это будет просто угодно разжечь вот такая получилась свеча сатурна тире осириус это все про гармонизацию сатурна еще в ноябре прошлого века прошлого года но для украины как прошлый век началась эта работа 19 свечей тогда на 19 недель но я теперь точно знаю что украина проходит похоже на саду сати ситуацию и сатурн своем гороскопе так что и закончится в феврале 23 года так что я собираюсь это же еще до февраля 23 для страны кого-то это персональные еще проработки вот у нас еще энергии сириуса которые повышают вибрации помогают разобраться с этими всеми кармическими историями интересно что за луч только что же камера нормальная работа значит у должна быть только что снимал весь этих лучей но! а и и а и Планировала, может, сегодня посниму с ладжерсатовой. Такого покоя хочется. Так, ну что это у нас за такое? Непонятная вещь. Что под рукой нету, протереть. Вот камеру. Похоже на Ииду Термотис, на змею. Богиню, плодородие и защиту. Кстати, в фейсбуке есть целая группа Термотис. Там посвящена всем, каждому египетскому боку. Я удивилась, когда оказалась. И такая. У меня просто есть дополнительная арка. Память и до Термотис. Только в фейсбуке. Это называется Ренану Тет. По-египетски. això. Память и до Термотис. Так. Кто-то тоже. Кто-то тоже. Кто-то. Продолжение следует... 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 высокочастотный кристалл потом и вращала и мне тогда это казались воронками такими мощными а недавно взялась такая длинная тревога была что я уже всеми своими барабанчиками проработала и взялась за эти маленькие свои палочки ну и честно сказать когда я вращаю там уже наверное не знаю грамм 300 400 сколько весит этот мой барабанчик потому что там много кристаллов потому что там много рум в вне там 150 или 200 до 300 внутри картонных столько же ну то есть это уже вес вес самого барабанчика палки и все остального и ты держишь как говорят в украине вот она надоедливая уходить не хочет берешь в руки маши вещь но этого действия так вот а после этого палочки и павлов не из четырьмя с пятью прикрепленными рунами такое ощущение что ты ничего в руках не держишь хотя это мощный поток энергии я что-то покрутила покрутила увидела взгляд девочки говорю хочешь потому что не договорила я начала вращать эти воронки перестав вещайте новости показывать и перестав вот эти вот все работу с рунами то что этом делала поводу флота и так далее я заметила что люди сели и но вначале попросили по квартире пройти с этими энергиями почистить наполнить а потом начали садиться молча и слушайте ребенок который ну подросток который все время сидит в пещерке и от всех прячется и сидит в капюшоне под разным предлогом приходит садиться рядом но я молча и потому что прокомментируешь начнет на зло говорить делать я молча наблюдая за этим просто заметила что тревога заканчивается люди не уходят я кручу по 10 раз по 108 раз то есть у меня циклами крутится и я себе даже когда отбой я продолжаю крутить чтобы цикл закончить они не уходят сидят и так продолжалось полмесяца даже больше они уже привыкли если я разговариваю не говорят когда ты крутить начнешь а еще когда бывает и по 14 по 13 по по 8 тревог в день они все равно сидят при всех этих кручениях потом лада сделала из светильника себе который тоже крутится ну вот эти вот дает разные цветовые как калейдоскоп на потолке разные цветовые эти узоры она на него написала свои намерения желания такие по всем сферам жизни прикрепила и так вот этому так называемую кристалличку такая сфера как дискотечные шары сфера с этими с октайдрами по моему и это у нее вращается она на потолке смотрит это вращение когда она делает свои там практики молитвы что он там делает и поделилась мне показала и даже начала выставлять чтобы это что поигралась потому что мне понравилась игра со светом и они каждый раз я могу оставить в комнате видео свои с этим вращением и коты любят спать под этот шорох я могу оставить им птичек а потом этот шорох или параллельно птичек и шорох и воронки чтобы раскручивались ну как и для клиентов и это слышно оказывается они садятся прислушиваются я могу тут ходить делать свечи еще читаем я спрошу там что вращаются эти воронки то есть я заметила что им очень ну а они и тянутся к этому я вот этой девочке которая села рядом говорю хочешь покрутить он так испугалась но взяла в руки и теперь у нас четыре дня тревога найдется кабинет но там ванной прячется идет со своим телефоном и с палочкой в руках я и сказал говорю забираю то что я попробовала я не могу больше ей работать я не ощущаю я привыкла уже вращать такие гигантские объемы там от минимум 20-30 он должен быть вот эти три я понимаю не классная начала я описывать они действительно классные там руна радость любовь достаток и победа радость любовь ясность и победа нет вселенная и победа и на самой палочке из павловни там ключ поток и помощь и в общем сижу кручу свое она там с палочки зашла откуда я знаю что она делает сижу кры иногда слышу шорох что она там делает но шелест этой мельнички кручу свое и вдруг за спиной сбоку ощущаю розовую воронку ну то есть моя это одна энергия я ее знаю и она из меня разворачивается в том числе и из рун и вдруг я вижу не маленький вихрь рядом с собой розовый и понимаю что он идет из этой ванны и что там сейчас вращается розовая воронка думаю ух ты как классно но там действительно основа на любви я туда цепляла высокочастотники связаны с энергией любви потом открепила на другую приклеил вот я так несколько дней молчала но тут лада зашла говорит полина говорит когда она крутит воронку она за этим за дверью чувствует вторую воронку она большая зеленая то есть полина мою воронку считывает зеленый и они меня начали задалека спрашивать что значит зеленый цвет потому что полина зеленую воронку видит а я вижу розовую с ванной воронку и это очень интересное ощущение не такое же когда люди сидят или я с клиентами работаю я сама творю эту воронку а какое-то абсолютно новое ощущение когда это не чужеродная воронка но она не моя но вот когда вторая самостоятельная воронка крутится и когда пространство наполнено этими двумя смерчами они входят в синергию потому что это одни и те же руны ну как бы одна и та же один тот же поток они вращаются и самостоятельно и в синергии и это так интересно когда ты не просто запускаешь какие-то процессы я вообще не знаю о чем думает полина когда на ее крутят я никогда не вмешиваюсь в это все это отдельная личность и но у нее там свой космический взгляд на все вещи и довольно необычное мировоззрение и она да и не рассказывает собственно говоря но периодически и прорывает и она мне рассказывает кое-что и я просто увидела что она раскручивает потом еще раз взяла и объяснила что значит руны и сама подумала что ну нехилые пять рун красиво очень мощная энергия красивые потоки вращает подросток вокруг себя и в какие-то свои я объясняла что вокруг чего это можно раскручивать то есть как с этим работать вокруг всего с с любым событием явлением местом человеком и так далее ну вот такой вот у меня интересный опыт и и я смотрю что чем дальше первый раз она вышла и села просто с телефоном но не взяла палочку я просто лапнула горят и чё не крутишь чё мы филонишь и вот смотрю теперь каждую тревогу у нас этой палочкой ходит и шелест я там слышу а в пространстве вижу интересную воронку и за ним взаимодействие мои и и воронки так что каждый может пробовать и это очень красивые паттерны в пространстве у меня была идея их делать для людей но это таким кустарным я это делаю от души и так как могу подручными средствами то есть кто-то это может на крафтовом красивом уровне делать мне некогда заморачиваться на эстетику а потому что я их быстро делаю себе как инструменты и меня не устраивает это главное вот из таких из того что я могу просто сделать это вот прорисовать арканы что-то своей рукой нарисовать то и заикарить определенную энергию так как другой не заикарит кто-то по-другому это сделать я рисую так-то и руна и кстати я рисую не так как остальные люди первый раз я правила услышала это не сразу я их по-своему рисовала потом услышала что по правилам рисуется первый ключевой вот этот ромбик по часовой стрелке и дальше рисуется вверх весь основная фигура и все что сверху потом весь сниз и там была первая фраза что все рисуется по часовой стрелке поэтому я это рисую по часовой стрелке а все остальные верх и низ рисуют не по часовой стрелке потому что они обычно рисуют с лево направо и слева направо вверх это не по часовой стрелке это против часовой стрелки у меня уже привычка рисовать по часовой стрелке и я попробовала по-другому по-другому руны чувствуются не так вот так как я их ощущаю закручивание но я их так и рисую а когда рисуешь ну так как другие делают не такой эффект я их не чувствую они не открываются за секунды как кристальные порталы и еще их тогда надо раскручивать вот это вот они звучат там звуки какие-то люди пропевают там строят из объемных там по правилам надо из объемных натуральных предметов это выстраивать у меня если по часовой стрелке сразу вихри закручиваются и все я не успеваю дорисовать даже и еще что заметила что-то хотела сказать когда ну я вообще всегда все по своему делу просто из того что я заметил другие рисуют или объясняют и как я делаю у меня по-другому идет и как начало ну как первого опыта как начала так она в принципе идет хотя в начале а вот мысль о которых хотел сказать так выстраивается и так сливаешься с энергией что потом если какой-то начал по-другому рисовать не с ромбика не по часовой стрелке не с такого градуса все автоматически рука останавливается переделывая то есть берет следующий лист рисую так что у меня своеобразное рисование тексинов а сейчас будет я прям уже несколько дней чистками занималась и все с нетерпением жду когда я доделаю мельничку с этими кристаллами к района я уже частично с арканами прокручивала световые коды но там их немного сделала еще несколько световых кодов китовых и дельфиних и в принципе хотела добавить туда своих китовых дорисовать это вот как с арканами а также хочу с энергией китовых сделать потому что я до двенадцатого года очень много и корила энергии китовых и много о них писала и много их рисовала в каждую портальную дату и самое смешное я помнила тогда себя китенком маленьким под пламяком у мамы а потом поселились вместе рядом с дельфинарием ее год дружила с дельфиненком сонькой и вот первые разы когда я переключала зрение и видела их так называемое выше я да ну какую-то их другую тонкое тело меня удивило я не ожидала такое увидеть что-то антропоморфное хотя и кошачья сириус они тоже похожи больше на аватара на антропоморфное что-то и я помню эффект такое когда я там с утра до вечера находилась в дельфинарии возле люка и смотрел их падить под подводную жизнь и сливалась с ними так вот просто посылала импульсы подзывала их к люку начинала с ними жестами общаться там и мне там охранники никто не мог запретить и я там сидела вот от а до я я когда обратно шла я как будто шла по улице как по подводному миру и у меня прям под ногами этот дельфиненок соня постоянно сигали и в комнате у меня комната была как аквариум вот я где-то недели две жила вот таком как будто плазменном мире в котором будто я в толще воды жила а потом начались тесны с китовыми и со звуком сердца кита и много работы в блоге было со звуками тогда тоже тот эвакатис с этим всем пропивали звуки китовых пение кита замедленная очень похоже на биение сердце или обустренное биение нет замедленное биение сердце похоже на пение кита и там на эту тему была работа с днк в крыльевской команде ее вел тот эвакатис и у меня были мастер-классы оттуда потом под пение сверчков знаменитая замедленная похоже на человеческий хор я тогда собирала все эти звуки эксперименты с замедлением в общем весь мир говорит одними тем же вибрационными паттернами просто с разной скоростью это вывод всех моих статей тогда всего что я тогда увлекалась и изучала что это все все мы говорим одно и то же просто на разной скорости и все мы звучим одинаково практически просто скорость вращения электрончиков разная и скорость вас при передачи себя излучения разных так вот у меня и сейчас есть упражнение с китовыми дельфинами просто даю человеку прочувствовать их роль на планете клаус много об этом говорит клаус джо даю прочувствовать это тем что просто перемещая человека предлагаю переместиться в любую реальность где их нет на планете и посмотреть как меняется человечество и планета при отсутствии самых главных вибрационных жителей подводного мира или кимического мира китовых и дельфинов для меня kit of it вот я блин serious нарисовал поэтому я об этом всем рассказывать для меня kit of это сухопутные кут и а дельфины от суха собаки это сухопутные дельфины как от это сухопутные киты и богаты это коллективный разум а собаки индивидуально как и дельфины индивидуальными разума киты это коллективный разум В общем, много-много я об этом всего, о водном, сириусе, сириусе А, сириусе Б, о кошачьих, о псовых, о дельфинах и китах, очень много я писала тогда и рисовала, и еще мы занимались после активации подводных кристаллов и вот этой фокусии, мы очень много этим занимались, и Масару Эмоту тогда еще жив был, очищением воды, и что-то еще в этом потоке было, Клаус Ролл тогда писал, что китовые тоже покидают планеты, если им не посылают любовь, то они исчезнут, это катастрофа, и сейчас, когда я вижу из-за войны уже более тысячи дельфинов зафиксировано, выброшенных на берег, они голодные, потому что они глохнут из-за сонаров, боевых действий, загрязнений, и привычные эти места охоты меняются, я кручу им воронки тоже, чтобы они подстраивались и под новые какие-то решетки, и находили безопасные места для охоты, потому что даже в Одессе вот на пляже не разрешают людям выходить, ну там идиотов хватает, но обычно не разрешают, потому что можно подорваться, и киты, эти киты, молодые дельфиняты, даже акулята, приходят прямо на перси, их могут сфотографировать военные, охотятся за мелкими рыбками.